Приветствую всех, приветствую. Можем начинать, да? Нет еще? Скажите тогда. Можем начинать. Можем начинать подвижиться, чтобы было возможность встретиться со взглядом Азии. Выпускаете возможность, это уникальный случай, когда Азии путешествует, перемещается. Сейчас находится в Алине. Будет еще некоторое время. Завтра будет еще один сатсанг. Завершающий на самом деле. Перемещаемся. Мастер перемещается на Панган, где будет серия сатсангов. В течение недели и после этого начнется ретрит, который состоится на Крабе. Информацию можно получить в телеграм-канале. QR-код на выходе можно сосканировать и получить доступ. Там же в закрепленных сообщениях вверху есть мои контакты. Если кто-то сегодня не подойдет, не успеет задать вопрос или возникнет этот вопрос в последующем. Сейчас сатсанг позволяет задать любой вопрос, который у вас возникает из жизни, из бизнеса, из личных отношений. Любой вопрос, который получит ответ из самой глубины, из самой истины. Поэтому не упускайте такую возможность. Не стесняйтесь. Это уникальная возможность, потому что мастер не выезжает в основном из Крыма. Он проживает в Крыму. И все сатсанги происходят непосредственно в Севастополе. В Крыму строится ашрам. Поэтому, скорее всего, это единственная такая поездка мастера. Думаю, что можно начинать. Если есть вопросы, то, наверное, их будем задавать вот сюда или нет? Давайте задний реакт. Если кто-то может громко вопрос задавать, может просто задавать. Если хотите, можно просто микрофончик передавать. Чтобы было слышно вас, потому что зал большой и звук очень сильно рассеивается. Хорошо. Да, да. Если кто-то захочет, просто попросите, мы передадим просто. Будем начинать тогда. Если есть вопросы, пусть они прозвучат. Да. Да, 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 да. Чуть поближе микрофон возьмутся. Все. Надеюсь, так будет слышнее. Да. Да. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Ум. он это просветленный ум он все знает что как называется например да но при этом осознавание когда ты смотришь на все ты осознаешь что ничто и никак не называется то есть ты не вовлечен в эту игру ума слова потому что а ты остаешься божественной сущностью сущностью божественной которая не вовлечена в игру ума не вовлечена в сон вот но сейчас сон культивируется активно и он стал таким глубоким что пробудиться ото сна невозможно и тогда если не происходит пробуждение то тогда происходит постоянное бесконечное страдание конечно конечно нет ты не можешь его расщепить потому что она пытается расщепить тебя на крупиночке вот тебе нужно осознать подлинную реальность потому что в подлинной реальности не существует никакой мысли в том числе и мысли я никакой мысли о себе не существует ибо мысль это любая мысль это доходите до природа сна сознание потому что думающий ум создающий мысли возникает как некое воспаление разума ибо разум он функция он чистая функция он безмолвен он просто проявляет бытие для тела и ему не нужно об этом говорить потому что он все сам четко знает да то есть вот этот связка тело ум она существует самостоятельно вообще без участия кого-либо или чего-либо но ты почему-то залип в эту связку и решил что ты есть тот кто что-то делает как будто бы понимаешь то есть надстроился над тем своим представлением о себе своей мыслью о том что ты это и есть тело или ум или личность и тогда возникает просто присвоение того то есть иллюзия возникает что ты делатель что ты что-то делаешь конечно тело просто действует само само действует да ну конечно ну как ты можешь быть телом если ты от тела ничего не знаешь ты что не знаешь о теле на своем ровным счетом ничего все происходит само и зубы растут и волосы сами растут сами 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 растут и кровь бегает по жилам сама как ты можешь с этим отождествиться получается что у твоей истинной природы нет кармы конечно карма есть только у этого виртуального агента который мы называем эго который появился как фантазия да как мысль да но получается чтобы увидеть настоящую природу нужно агента этого очистить его карму но кто же будет очищать если все происходит само по себе и делать или нет да конечно через созревание созревание готовности готового ибо готовый приходит просто приходит к свету и все и и тогда ты обнаруживаешь что ты сидишь здесь здесь тоже это просто происходит да конечно высшей милостью ибо сознание которое заснуло приходит для того чтобы пробудиться и это происходит просто по готовности так же как цветение на поляне цветов происходит по готовности цветка к цветению и и и Продолжение следует...